В связи с восстановлением правительства у нас тут проходит рейд с терротехническими изделиями. Нужно посмотреть ваши документы, чтобы все ответы. Основная цель рейда – проверить, обеспечивают ли продавцы и владельцы магазинов безопасность своих покупателей. Такие проверки традиционны перед началом новогодних и рождественских праздников. Журналисты вместе с сотрудниками управления надзорной деятельности МЧС России посетили две торговые точки. Первая проверка прошла, а вот на второй возникли проблемы. Лицензии на продажу товаров продавца не оказалось, как и сертификатов на пиротехнические изделия. Еще одно грубое нарушение техники безопасности – это расположение торговой точки прямо у выхода крупного торгового центра. Продавец судорожно начал звонить своему начальнику, так как ни про какие бумаги он ничего не слышал. Кстати, как зовут своего работодателя, он тоже не знал. Должны быть специализированные места для продажи, не должен быть допуск непосредственно к пиротехническим изделиям. Только если человек купил, берет в руки, уже тогда несет ответственность. Должны быть сертификаты, соответственно, должны быть на русском языке инструкции по использованию пиротехнических изделий. Первичные средства должны быть. Ну и самое основное – это огнетушители. Когда покупаете пиротехнические изделия, обязательно смотрите, чтобы она была написана на русском языке. Прочитайте инструкцию. Посмотреть целостность самого продукта. Посмотреть, где вы покупаете. Ну, то есть, грубо говоря, не где-то на улице, а все-таки в специализированном магазине. Детям до 16 лет категорически запрещено в руки брать пиротехнические изделия. При установке пиротехнических изделий так, чтобы на ровной поверхности и желательно ее заблокировать какими-нибудь предметами, кирпич или еще что-то, чтобы она не упала на бок во избежание вылета залпов в сторону стране, тем более людей, чтобы не было повреждений и увечья. Пиротехнические изделия подразделяются на классы опасности. То есть, вот этот вот маленький, казалось бы, да, относится к третьему классу. И степень опасности у него факторы, вернее, радиус разлета опасных факторов до 30 метров. К торговым точкам, которые нарушают правила продажи и содержания пиротехники, будут применяться административные наказания. Штраф за нарушение правил безопасности и продажи пиротехнических изделий составляет от 30 и от 150 тысяч рублей. Юлия Боровикова, Александр Грачев, Городской телеканал ЮТВ